150 лет исполнилось Кожмукану Манайтпасову, легендарному казахскому борцу. Гордость народа, первый чемпион Казахстана и гражданин своей страны. Более 100 лет назад Европа впервые увидела нашего борца, ставшего образцом для молодежи. Накануне в его честь на родине прошел турнир среди молодого поколения. Уроженец Акмолинской области Кожмукан Манайтпасов стал первым казахом, завоевавшим высокий титул чемпион мира по французской борьбе. Многократный призер международных соревнований в 1927 году получил почетное звание «Батыр казахского народа». И не просто спортсмен, борец, но и патриот. В 70 лет Кожмукан организовал передвижной цирк, собрав деньги на самолет. 100 тысяч рублей, по тем временам огромные деньги, он отправил в фонд обороны, попросив построить самолет и назвать в честь героя казахского народа Амангельда Иманова. В день его 150-летия на родине борца Казахстанский союз спортсменов собрал юных борцов, чемпионов и ветеранов спорта. Почтить память и провести небольшой турнир. Мы считаем, такие мероприятия очень важны для нашего подрастающего поколения. Почти полтора века прошло со дня рождения Хожмукана. Но его личность продолжает вдохновлять тысячи молодых людей по всей стране. Тут же на глазах у всех был побит рекорд Гиннеса. Для этого взяли подковы из закаленного металла, которые выдерживают большую нагрузку. На них подвесили камни весом в 940 килограмм, подняли с помощью трактора и они выдержали. Затем уже в зале четырехкратный рекордсмен мира по силовым упражнениям Сергей Цирульников разогнул четыре подковы за 37 секунд. Предыдущий мировой рекорд равнялся двум согнутым подковам за одну минуту. Вот так современные борцы отдали дань уважения, силе, мужеству, отваге Хожмукана. Такого рода мероприятия должны проводиться, потому что молодежь своих героев должна знать своих национальных батыров. Должна быть преемственность поколений, так как сейчас молодежь у нас больше ориентируется на зарубежных героях. Знают, кто такой Макгрегор, знают, кто такой Роналду, Месси. Ну, мало кто знает наших национальных героев. Мы должны это все говорить о них, рассказывать и давать дань уважения такими мероприятиями. Его именем названы улицы, школы, стадионы, открыты памятники. Именем Хожмукана Манайтпасова назван родной поселок. Но главная память живет в народе, будет жить и дальше. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42.